Ребята, всем огромный-огромный привет! Добро пожаловать на моё новое видео по игре American Truck Simulator. Сегодня у нас снова покатушка, но покатушка крайне непростая. Как вы наверняка могли уже заметить, в патче 1.48 для American Truck появился новый город. Называется он Texarkana. И, собственно говоря, я так подумал, почему бы не прокатиться до этого самого города, почему бы не посмотреть на трассу 75, потом впоследствии на трассу 82 и, так сказать, с севера забраться в этот замечательный город. И заодно, пока будем ехать, будем, так сказать, мечтать о том, какой же будет Оклахома. Она как раз-таки будет по левую сторону нашего движения. Сегодня я буду находиться за рулём этого замечательного тягача Volvo VNL образца 2023 модельного года. Этот тягач я собирал на видео, так это видео и называлось, собрал личный тягач Volvo VNL, собственно говоря. И я сегодня повезу автомобили. Как вы наверняка тоже знаете, в патче 1.48 обновили автовоз. Я, если честно, думал, наивно думал, наивно ждал и верил, что его добавят в собственность, но, к сожалению, нет. В собственность его не добавили, его обновили только на заказах агентств. И вот, волей случая, мне выпал груз. Сегодня нам предстоит перевезти два Доджерема старые и два Мустанга. Как я понимаю, они кабриолеты у нас, да, они как бы накрыты такой плёнкой. Ну, в общем-то говоря, давайте будем отправляться. Отправляюсь я из города Даллас. Даллас. Тоже такой достаточно большой техасский город, в котором, в принципе, никогда не бывает проблем с грузами. Так, ну что, выезжаем. Хорошей нам дороги. Заодно по пути поболтаем. Огромное вам хочу сказать спасибо, ребята, за то, что вы проявили актив под прошлым видео. Прошлое видео у нас, напомню, было по АТСу, связанное с Western Star 49X Powerhood и новым негабаритным маршрутом. Если вы это видео пропустили, можете ссылку в описании найти, посмотреть, уделить этому время. Видео получилось такое достаточно интересное, тёплое, ламповое, очень прям такое душевное видео. И это я не сам сейчас придумал, это я всё взял из комментариев, из ваших комментариев. Спасибо вам огромное, ребят, спасибо вам огромное за то, что вы лайков очень много понаставили. Надеюсь, что вот этот вакуум, который у нас был какое-то время, связанный с тем, что не поддерживались так активно видео по American Truck, нежели чем по Euro Truck, он постепенно рассосётся и всё у нас более-менее выровнится. Так, выезжаем со стройки. Я здесь буквально забрал, ну так скажем, последний автомобиль, если уж отыгрывать РП, так скажем, да, в общем загрузил автомобиль. И потихоньку с этой замечательной стройки мы сейчас будем выезжать. Нам нужно здесь взять левый поворот. Можно было, в принципе, и не объезжать стройку вокруг, можно было взять, просто спокойно развернуться и, в общем-то говоря, всё. Ну, ладно, ничего страшного. Так, у нас тут ворот. Ты посмотри, как всё автоматизировано, всё для людей, что называется, всё для людей. Выезжаем со стройки. Вообще неудивительно то, что, казалось бы, Даунтаун, вот он у нас, вот он, Даунтаун Далласа, можно так сказать. Он прямо здесь рядышком находится. И стройка. Да, так оно и есть, это Даллас, ребята. Этот штат строится просто какими-то невероятными темпами. И вот если бы здесь в Американтраке была такая система, что обновляли не только вот части территорий, которых, ну, тупо взяли там и не добавили, да, с прицелом на то, что, типа, они появятся чуть позже в виде каких-то обновлений. А просто бы, если были какие-то динамические изменения на карте, то есть там стройка где-то какая-то закончилась или что-то такое, да, раз, приезжаешь, обновление там какое-то пришло. И все, стройка закончилась, там уже база, она функционирует. Вот это было бы классно на самом деле. Это было бы реально очень здорово. И живости этой игре офигеть какое придавало. Ну, а пока мы стоим на светофоре. Мы уже можем уехать. Отлично. Я с удовольствием отправлюсь вперед. На данной Вольво я уже, как вы можете видеть, наездил 1225 миль, что как бы, ну, маловато на самом деле. Но, в принципе, с моими графиками езды и вообще с моим графиком игры в эту игру, это нормально. В основном это все было, конечно, в мультиплеере, в конвое, вместе мы катались, обкатывали. Как-то как Техас вышел, я здесь поселился, я практически с него вообще не выхожу. Постоянно, каждый стрим, каждый конвой или что-то такое, все время из Техаса. Вот как он вышел, так я здесь и обосновался. Сижу здесь, как говорится, и в вуз не дую. Мне нравится такое свое государство, можно сказать. И, в принципе, расстояние между городами тоже позволяют, вроде бы, как и поездить, да, принять участие вот во всей этой дальнобойной движухе. Но в то же время, в то же время мы далеко не выезжаем, ездим чисто по штату. Так, здесь я немножечко резанул трафик, извиняюсь. Можно было, конечно, прямо поехать. И было бы все гораздо лучше. Так, выставляем круиз-контроль, 60 миль в час. Думаю, этого, в принципе, будет достаточно, как Вольва вся пошатывается. Обалденный эффект, конечно, вот этот, когда у нас кабина живет своей жизнью, капот живет своей жизнью. Ну, живости реально придает. То есть, такой, казалось бы, вообще пустяковый эффект. Абсолютно пустяковый эффект. Ну, выглядит обалденно. Выглядит обалденно. И сделано, кстати, лучше, чем в дальнобойщиках 3. Там просто весь тягач ходил ходуном. Не было такого понятия, как кабина, капот. Все ходило вместе. А здесь этот эффект сделали чуть-чуть получше. Так, уходим в серединку, потому что у нас крайний правый уходит направо. Право. Здесь мы спокойненько по серединке ползем. Я решил ехать именно в северный обход. Можно было ехать по тридцатке снизу. Но какой смысл ехать по точно такому же вот фривэю, как мы едем сейчас? Это скучно. Гораздо интереснее ездить в Американтраке по локальным дорогам. Если вот у вас есть такой в голове вопрос, что купить? Американтрак либо Евротрак? На первый взгляд, технически, да, эти игры абсолютно одинаковые. У них один движок, одна физика до какого-то времени была, да, вот сейчас конкретно. Ой, а мне сюда, извиняюсь. Вот это, конечно, маневры лютые с моей стороны. До какого-то времени, да, здесь было все одинаковое. И, ну, практически разницы вообще не было. Только за исключением, там, окружения. За исключением тягачей, естественно. Длины общего автопоезда. Ну, вот этой вот всей... Ух ты! Как она сработала-то, да, датчик мертвой зоны? Завтыкал, я немного завтыкал. Но я его видел на самом деле. Я думал, он меня побоится. Обычно трафик такой пугливый здесь немножко. Они прям нарожен в такие моменты, стараются под тягачи не лезть. Они как-то вот более настороженно к этому всему делу относятся. Так, нам налево надо, хорошо. И да, они стараются, короче говоря, не лезть. Но вот, возвращаясь опять же к теме, что лучше, Американтрак либо Евротрак. Раньше, я не повторюсь, были одинаковые. Сейчас начинают появляться отличия. То есть, вот в Американтраке разделили подвеску кабины, разделили капот, там, и т.д., и т.п. Уже стало немножечко здесь поинтереснее в этом плане. По звукам. Ну, в принципе, плюс-минус качество записи звуков одно и то же. Абсолютно. То есть, что там, что здесь. Где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Так, чтобы сказать глобально, что, допустим, в АТС звуки лучше, я не могу откровенно признаться. И там, и там вроде бы хорошо. Физика, да. Физика, она отличается. Теперь не только, вот я имею в виду эти покачивания, но и, в принципе, саму систему управления грузовика. Теперь она тоже здесь отличается. И вот ты уже задумываешься, а что же купить. Я бы купил АТС, честно признаться. Она как-то сейчас больше вырывается в плане обновлений вперед. Ее чуть больше обновляют. Кому-то это не нравится. По большей степени это не нравится игрокам, естественно, Евротрака. Мол, как так? Почему в Американтраке и там по несколько тягачей в год выходит? В Евротраке ничего нет. Но один раз на стриме я сказал очень, как я считаю, важную вещь. Евротрак вышел гораздо раньше. Гораздо раньше Американтрака. И Американтрак вышел пустой абсолютно. В нем ничего не было. В то время как в Евротраке уже начали появляться тюнинг-паки, начали появляться ПН-джобы, начали появляться лицензированные новые автомобили. То есть люди почему-то этого не хотят понять. Они не хотят этого понять. Что игра просто это вышло позже. И поэтому ее сейчас разработчики стараются догнать, ну как минимум, до того уровня наполнения, который есть в Евротраке. И плюс-минус они сейчас уже похожи и схожи в количестве контента. Из-за того, что это, да, часто происходит, кажется, что Евротрак остался в стороне. Но нет, это не так. Вы ошибаетесь. Так, я вижу у нас там сужение. Ну давайте мы нырнем тогда в левый ряд. Затормозим энджин-брейком. Не такой он тут, конечно, резвый, как хотелось бы. Придется помогать тормозами. Пошла у нас одна полосочка. Слева у нас там находится Оклахома. Уже, надеюсь, скоро-скоро мы туда заедем. Так, ограничение 75, но 75 тут, походу, никто ехать и не собирается. Всех все устраивает. Пока поставим полтинник. Не люблю ехать бампер к бамперу. Поэтому чуть-чуть отпущу их. Мне так самому спокойнее. И, грубо говоря, человеку, который едет впереди, тоже спокойно. То, что у него фура там не висит на заднем бампере. И мне хорошо. Подтормозим чуть-чуть. Вот эта трасса же, согласитесь, гораздо интереснее по ней ехать, нежели чем просто по бездушному фривэю. Полпути тем временем мы уже проехали. Вот эта пуговка, которая на карте у меня стоит, она примерно на половине. Примерно на половине. Люди здесь живут, занимаются, как мы видим, разведением. Может быть, это питомник, кстати, какой-то. Кто знает. Кстати, мы заехали в город Париж, ребята. Он на карте хоть и не обозначен, да. Но мы заехали в Париж. Только что знак стоял. Мы заезжаем в Париж. Вообще, когда выпускались новости, так скажем, по тому, какой контент будет присутствовать в 1.48 АТС, да и как бы по логике вещей-то хотелось бы, чтобы здесь было чуть больше городов. Но их прям вышло совсем-совсем мало. Он вышел один. Скорее всего, скорее всего, вот эти города, пять там, по-моему, штук, как они сказали, если я не ошибаюсь, они уже выйдут вместе с Оклахомой. То есть, они будут являться своего рода связью с Оклахомой. Они будут там, где-то на границе, скорее всего, находиться. И, в общем, надо ждать. В общем, надо ждать. Так. У меня срабатывает адаптивка. Я ничего не делаю. То есть, я вот просто рулю. У меня кончились тормоза. А тормоза кончились, кстати, по одной простой причине. Ох, какие здесь просадки. ФПС конкретные в этом месте. Ну, вот из-за вот этой вот штуки. То, что куча-куча-куча мигалок, их очень много, и поэтому ФПС садится. Касаемо воздуха. Есть такой баг. Связан он с тем, что система трекшн-контроля, которая, опять же, в 1.48 появилась, она активно расходует воздух, когда вот происходят какие-то телодвижения. Плюс ко всему, еще у нас адаптивный круиз-контроль, и все это вместе сейчас сработало, и поэтому воздух практически весь полностью вышел. Об этом баги разработчики знают. Я в комментариях видел у себя на канале подобную просьбу, типа, передать, что такой баг есть. Я зашел, посмотрел. Да, действительно, люди жалуются. Есть проблема. Будем ждать патча. В скором времени это все должно быть исправлено. Ну, в принципе, на то и экспериментальная вот эта версия ABS и трекшн-контроля. Об этом прям написано было в патч-ноуте, что это экспериментальная функция, и особо какой-то стабильности сейчас от нее ждать не стоит. Уж точно вот из первого, грубо говоря, патча какие-то претензии предъявлять серьезные на серьезных щах к работе этой системы, ну, как мне кажется, глупо. Смотри, ребята, привезли, тут что-то, а, тут кто-то переезжает. Ну, здесь мил на самом деле, очень похоже на Америку. Я смотрел и смотрю по сей день видосы от наших ребят, которые работают в Америке, когда они ездят по таким подобным местам. Я вот прям X2 внимание включаю, и очень все похоже, конечно, очень похоже. Редко, конечно, кто там в Оклахому поедет, в Техас, но если ездят в такие штаты, то в основном там по югу, ну, где получше платят. Но вот такую Америку я просто обожаю, просто обожаю. Одна полоска, какие-то деревни, какие-то небольшие города старые. Класс. Класс. Люди занимаются своими делами. Такая она не вылизанная Америка. Прям настоящая. И здесь вот разработчики молодцы, передают это по полной программе. Так, у нас впереди красный сигнал светофора. Наличие даже в самой глухой деревне хотя бы одного светофора, ну, на самом деле, уже как-то заставляет жителей понимать и думать хотя бы о том, что они живут в городе. Навсегда удивляло, когда, бывало, ехал на север, проезжал через деревни там глухие в Тюменской области. И ты проезжаешь, ну, вроде бы деревня-деревня, и светофор один стоит. Ну, там нахрен вообще не нужен этот светофор, но он стоит. Он ничего вообще ровным счетом там не изменит. Ну, просто дорога и дорога. Дома слева, дома справа. Иногда улицы поперек. Ну, вот где-то, видимо, там подумали, что главный перекресток, и прямо на нем надо поставить светофор. Ну, ты посмотри, какие тут улочки. Все на каких-то пикапах, все на каких-то внедорожниках. Трактора продают, и здесь же, наверное, ремонтируют. Дальше нас впереди будет ждать, судя по знакам и указателям, город Нью-Бостон, Новый Бостон. Здесь какой-то базар, продают какой-то хлам. Вот это круто. Вот это круто. Вот за такие моменты мне и нравится Американ Тракт. Европа, она вся какая-то идеализированная, вся вылизанная, вся чистая, стерильная, прям просто вот не хочется даже лишний раз в Евротрак заходить. Очень, конечно, интересно будет посмотреть, как они сделают Западные Балканы. Все-таки это, как ни крути, восточная, как я полагаю, Европа, да, ну и ежи с ними. Очень интересно будет посмотреть. Что они интересного там придумают, как они вот этот колорит передадут. Ну, судя по тем слитым, ну, не слитым территориям, а территориям, которые там в патче 1.47 еще добавились, там даже города полноценные уже есть. Ну, наверняка их вырезали уже, скорее всего. Там прям чувствуется то, что вот, 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 вот чувствуется. Это Балканы. Это прям вот железобетонно. Даже по таким маленьким участкам, по таким маленьким кусочкам. Да иногда даже в Американ-траке, когда будущий какой-то патч подзаливают, и будущий штат сюда попадает. Я вот каждый раз делаю обзоры вот этих территорий. Пусть они там и сугубо, и сугубо всегда они технические, но тем не менее, всегда практически можно представить и иметь представление, да, каким будет грядущий штат. Вот что касаемо Оклахомы, вообще нихрена непонятно. Вот честно. Для меня в душе у меня это всегда будет Техас 2.0. Вот это просто как будто продолжение Техаса. Я в этом очень сильно хочу, так сказать, разочароваться. Что это не Техас, что у него будет свой колорит, у него будет своя природа, и так далее, и тому подобное. Ну вот, кстати, добро пожаловать в Тексаркану. Замечательно. Такой знак красивый. Сразу простор такой открывается. Дальше туда, если просто ехать, получается, на восток, по-моему, там штат Арканзас. Если я, опять же, не ошибаюсь. И вот точно я, главное, помню, с названием штата могу ошибаться, но точно помню, что Тексаркана, она стоит ровно на стыке двух штатов. То есть одна половина находится в Техасе, а вторая половина города находится, ну, в Арканзасе, по-моему. Если, опять же, я не ошибаюсь, могу ошибаться, я не особо сильно силен в орфографии штатов Америки, как бы. Ой, в орфографии, говорю. В географии, конечно же. Ну и в орфографии я тоже не силен. Так что да, такое интересненькое приключенец нам сегодня выпало. Так, здесь нам направо. Хорошо. Ну и да, наверное, эта дорога, вот она туда прямо, потом, я думаю, года через три дойдем мы до Арканзаса и будем уже в той степи. Так, вступи дорогу у тех, ребят. Здесь, кстати, топливо, смотри, дешевое. 4,98 всего лишь. Это очень дешево. Очень дешево. По нынешним-то временам. Я вот, кстати, заметил то, что они как-то более-менее пытаются похожие цены делать на реальные. Ну, плюс-минус. Плюс-минус. Конечно, сложно в онлайне это все отслеживать. Хотя было бы здорово, если бы они написали какой-то функционал. Наверняка же есть какие-то сайты, тем более в Америке, там приложения есть у них. Они же откуда-то всю эту инфу подтягивают. Я думаю, наверняка, наверняка там можно сделать интеграцию, написать какой-то код, который позволит в реалтайме, ну, хотя бы раз в неделю, я уж не говорю там про каждый день, но тем не менее, все равно, хотя бы раз в неделю проверять и обновлять цены на топливо. Это было бы прикольно. Это был бы классный онлайн-функционал, и его бы не было, допустим, на той же пиратке. Было бы здорово, на самом деле. Вот какие-то новые, мультиплеерные, такие современные даже, не то что мультиплеерные, современные просто фишки, какие-то будут хотелось в игре увидеть. Помните, давным-давно я делал обзор на плагин, который, в зависимости от того, где ты находишься, географически, там, в Европе, либо здесь, в АТС, включает местное радио. Офигенский плагин, на самом деле. Да, конечно, в масштабе игры он работал крайне некорректно, абсолютно некорректно, но все равно, сама фишка-то прикольная. Было бы здорово, типа, заехал ты, допустим, в Техас, у тебя там, ну, чисто техасские какие-то радиостанции доступны. Заехал в Оклахому, у тебя на, допустим, юге, на стыке с северным Техасом, у тебя такие смешанные радиостанции, ну, как в реальной жизни, вы понимаете, а чем глубже ты поднимаешься на север, чем глубже ты заходишь в Оклахому, условно говоря, да, у тебя уже начинают появляться там местные какие-то станции. Ну, что-то вот такое вот хочется. Мелочь абсолютная какая-то, может быть, она даже и большинству нафиг бы не нужна была, но насколько она, блин, реалистичная. Так, господа, мы подъезжаем, это наша конечная, сейчас будет точка, да, нам налево, здесь у нас железнодорожный, наверное, какой-то терминал, скорее всего, на который мы и привезли эти автомобили, то есть, типа, якобы по РП у нас эти автомобили сгрузят, поставят на поезд, и они куда-то дальше поедут путешествовать по Соединенным Штатам Америки. Ну, давайте вот здесь остановимся рядом с этим замечательным мужчиной, у которого есть хаски. Вот так вот. Очень круто. У него есть хаски, а у меня нет хаски. Ну, обидно, как говорится. Ну, да ладно, ничего страшного. Все, ребят, спасибо вам всем еще раз огромное за внимание, спасибо за то, что нашли время, не уделили время для того, чтобы посмотреть это видео. Огромное спасибо заранее за лайк, за подписку, пишите в комментариях, как вам ролик понравился, не понравился. Но я с вами прощаюсь с наилучшими пожеланиями. Пока-пока и еще увидимся.